Интерактивные площадки военной атрибутики, которые были подготовлены патриотическими клубами, полевая кухня и концертная программа с участием Государственного Академического Сибирского Народного Хора и других творческих коллективов. В Зельцовке встретили День Победы. И, конечно, на праздник люди пришли с фотографиями своих героев, дедов и прадедов, которым нынешние поколения благодарны за мирное небо над головой. Празднование Дня Победы на берегу жемчужины Сибири – это уже традиция не только для жителей микрорайона, но и для всей Зельцовки. Каждый год 9 мая Стрижи становится местом притяжения для тысяч новосибирцев. Очень большой упор, как всегда, делаем на детей, чтобы дети знали, в какой стране они живут, и чтобы не забывали историю, потому что кто не помнит историю, того нет будущего. Тысячи людей сегодня опять сюда придут и, я думаю, что получат большое удовольствие от праздника, вспомнят тех людей, которые свои жизни, свое здоровье отдали за то, чтобы мы могли спокойно жить. У меня один из дедов был радистом, специалистом по связи, закончил войну в Праге. Для депутатов объединения Лигой эффективности, организации и участие в этом празднике – еще и очень личная история. Очень приятно, что приходят с детьми, с портретами своих героев, потому что очень важно, конечно, хранить память. В каждой семье есть те люди, которые воевали или трудились в тылу. Моя бабушка Казначеева Евдокия Егоровна – труженица тыла, работала, конечно, на благо фронта, поэтому мы тоже вспоминаем ее каждый год. Мы видим с каждым годом, что гостей здесь, на озере Жемчужина Сибири, становится все больше. А в этом году мы в Зальцовке вообще четыре таких мероприятия больших проводим в разных локациях. Ресурсы мы все коллективно находим вместе с соседями, и депутатским корпусом объединяемся, и торжественность момента ощущается здесь в полный рост. Большой праздничный концерт, полевая кухня, множество интерактивных площадок – в этот день на праздники никому не было скучно. Наша южная планерная школа занимается первоначальным обучением с детей с 13 до 15 лет, то есть это прекрасная возможность молодым ребятам прийти в авиацию. Лучше пусть они занимаются вот этим делом. Это лучше, чем они просто будут на улице шататься или дома сидеть. Волонтеры движения «Теплышки Сибири» показали, как плетутся маскировочные сети, спасающие тех, кто рискует жизнью в зоне СВО. Вначале делали упор на окопные свечи, но потом от парней пришли большие запросы именно на маскировочные сети, на то, чтобы мы могли помочь им укрыть свою технику, себя, свои блиндажи от вражеских глаз. Используем разные техники, разные размеры. Для каждого, кто пришел сюда 9 мая, это еще и возможность вспомнить своих героев, потому что война оставила свой кровавый след практически в каждой семье. Деда Татьяны Васюниной призвали на фронт в 42-м. Спустя всего несколько месяцев он погиб под Сталинградом. Его призвали в июле, а осенью, как раз вот когда пошло наступление на Сталинград, вот эта вся операция, он буквально в первых же рядах, получилось так, что он погиб сразу. Моей бабушке приснился сон, как будто по реке плывет шинель. И мы так предполагаем, что, наверное, в Волге все-таки. Прадед Федор Япинского, кадета Сибирского кадетского корпуса, погиб под Брянском. В каждой семье есть отдельный герой, который отдал свою жизнь во имя Победы. И я решил почтить эту память здесь, у себя, в своем родном микрорайоне. Прадед Матвея Сомова начал свой боевой путь в 18 лет, уже в 45-м, на Дальнем Востоке. Его довольно поздно призвали на войну. Он лимал на Дальнем Востоке против японцев. У него есть медаль за освобождение Северной Кореи. В одном из боев его ранили штыком в рукопашном бою. Потом его отправили в госпиталь. И после госпиталя он служил еще 7 лет в Германии, в Дрездене. Следующей весной, когда страна будет отмечать 80-й юбилей Победы, в Стрижах опять соберутся тысячи людей, опять будут звучать песни военных лет, также беззаботно будут играть дети, а с пожелтевших от времени фотографий на них будут смотреть те, кто вернулся или нет с фронтов Великой войны. Продолжение следует...